Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! Это Финам-ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы с вами обсуждаем идеи, торговые идеи по фондовому рынку. Вообще, звучит, конечно... Сегодня какое число у нас? Ну, звучит в конце июля, так достаточно странно. 23-е. 23-е, да. Торговые идеи... Но, тем не менее, обсудим, может быть, и найдем идеи. Сегодня об этом я буду говорить с моими уважаемыми гостями. В гостях сегодня Алексей Павлов, независимый эксперт. Добрый вечер. Добрый вечер. И Сергей Дорогавцев, руководитель отдела биржевого рынка и инвестиционного холдинга «Финам». Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, традиционно уважаемые гости, как настроение? Ну, не связанное с фондовым рынком, конечно. Хорошее летнее. Хорошее летнее, Леш. Ну, я, в принципе, разделяю данную точку зрения. Так и не уверен, не уверен. Ты в отпуске давно был? Вот. Давно. Давно. Поэтому и не разделяешь. А мы собираемся, да, Сергей? Да, а мы собираемся. Уважаемые слушатели, я напоминаю, вы можете позвонить в студию прямого эфира и задать свой вопрос сегодняшним гостям. Телефон в студию 6510-99,6, либо свой вопрос опубликовать на сайте finam.fm. На все вопросы последуют незамедлительные ответы. Ну, и начнем мы, как всегда, с картины маслом. Давайте посмотрим на то, а что же происходит на финансовых площадках сейчас. В 18.06 в Москве. Американцы торгуются. Ну, собственно, приняли эстафету. Я все время так забавно это звучит. У отечественных площадок, у российского фондового рынка приняли эстафету. Доу-Джонс минус 1,7%. СНП-500 и также. Наши сегодня отличились. Ну и продолжают это делать. РТС минус 5 с лишним уже. ММВБ чуть больше трех тоже в отрицательной зоне. Нефть Брэнд снижается тоже достаточно агрессивно. 103,20 за баррель текущая котировка. Золото 3,570 за унцию. Ну и один из основных индикаторов валютного рынка евро-доллар. Сегодня пытается закрепиться ниже 1,21-1,28 с текущей котировкой. Но удастся, не удастся. Посмотрим. Смотрю на основной набор голубых фишек. Голубыми их не назвать сейчас. Они красные. Красные, да. Они, я бы сказал, кроваво-красные. Боже мой. ВТБ почти 5%. Газпром 2,7%. Ну и так далее. В общем, бяда. Ну и сразу, прежде чем начну задавать вопросы моим гостям. Вот у меня здесь перед глазами основная лента текущих событий. И может кто-то даже из уважаемых экспертов еще об этом не знает. Испания ввела запрет на короткие продажи. Всех своих, да. Всех своих. До октября месяц, вот читаю сейчас. Видимо, это такая свежая новость. Ну и в этом, наверное, есть логика. Что сегодня в Испании творится? Леш, давай с тебя начнем. Что происходит вообще? Ну, в общем-то, не сегодня, наверное, да. Там экономика Испании уже 3 месяца находится в рецессии. Ну, в факте, 3 месяца, ой, пардон, 3 квартала подряд сокращается ВВП испанский. Беззаработица, в общем-то, фактически после 2008 года она не снижается. Сейчас порядка 25%, причем беззаработица среди молодежи 50%. Ну, то есть колоссальные цифры, вот, колоссально неприятные. Ужас. Да, поэтому, в общем-то, в такой ситуации все эти там игры с бюджетом, там, попытка сбалансировать и так далее. Ну, понятно, что при такой макроэкономической картинке все это, в общем-то, ну, не первичное, наверное, да. Все-таки вопрос в том, вообще возможно ли вот как-то экономику запустить, вот. А с этим большие проблемы, да. К тому же, опять-таки, учитывая то, что все-таки Европа взяла курс на жесткое бюджетное ужесточение, любое бюджетное ужесточение, оно, в общем-то, не способствует экономическому росту, как раз наоборот, да. Вот, поэтому, конечно, в Испании все плачевно, но, опять-таки, да, там вспоминаем, что в отличие от Греции, Испания это четвертое повлечение экономика еврозоны, вот, а не последнее там или там около того. Поэтому, конечно, и совокупный объем проблем, там, скажем, выраженный в финансовых эквивалентах, он значительно больше, чем в Греции. И понятно, что здесь все очень неприятно, и уже, в общем-то, за Испанией маячит Италия. Ну, в общем-то, картина, которая, в общем-то, не меняется, наверное, в течение года, в лучшую сторону однозначно, только все усугубляется и усугубляется. Там, если год назад все только о Греции говорили, теперь, в общем-то, список потенциальных жертв, он расширился, да, там, как минимум до трех-четырех стран. Ну, некоторое время назад мы говорили, да, что проблемы с еврозоной, ну, в частности, вот, Греции, после того, как выборы состоялись, потом саммит знаменитый, где, вроде бы, принципиальное решение вопроса было найдено, да, о создании фонда, о том, что налить его, там, 500 миллиардами евро. И если что, вот, я помню, ну, если не эту фразу, то эту мысль. Если что, Испании мы поможем. Не переживайте, ребята, за Испанию. У нас деньги-то есть на нее. И что мы видим, да, после этого, ну, я так понимаю, рынок устроился в неком боковике, о котором, ну, мы говорили, да, движение внутри которого там предполагалось до осени, ну, лето и прочие вещи. Это было логично. А сейчас, ну, буквально в пятницу, да, прошла, тоже, она как-то забавно звучит, в ленте новостей информация о том, что одна из провинций Испании обратилась за государственной поддержкой. Денег нет, провинции, забыл я их. Валенсия. Валенсия, да. На прошлой неделе что-то было, по-моему, по поводу того, что провинция Италии Сицилию поддерживала. Вот, вот, вот. Эти новости, они как перманентно возникают, в общем-то, да, там, в другие времена, может, не только. Сегодня, сегодня, да, все, открылись мы с ГЭПами, и разговор о том, что сегодня десятилетки испанские уже, там, 7,45, по-моему, предлагались на размещениях, вот. И все, и понеслось. Может быть, выходом из диапазона пресловутого летнего, Леша? Ну, посмотрим. Я все-таки, на следующей неделе у нас два заседания, да, Федрезерв, ЕЦБ, собственно говоря. Возможно, до этого как-то не будет сильно рынок валить, но вот там сейчас. Рынок тоже, ну, как бы диапазон-диапазон, да, фактически мы там еще, наверное, остаемся, вот, то чуть-чуть растем, то чуть-чуть падаем. Я думаю, что все-таки до заседания регулятора вряд ли будут какие-то резкие движения на рынке. Ну, сегодняшнее движение, скажем так, это можно, там, считать, там, некой компенсацией, там, за рост, там, предыдущих двух-трех недель, да, там, на мой взгляд, объяснений ему-то гораздо меньше, чем тому, что сейчас происходит. Поскольку, в общем-то, всеобщая картина довольно печальная, это всем понятно. Все, кто ставит на рост, в общем-то, есть только две идеи роста, да, это, ну, фактически, точнее, одна, там, в исполнении либо Федрезерова, либо ЕЦБ, кто что начнет печатать, либо они начнут печатать одновременно. Ну, в общем-то, других надежд нет, потому что, в общем-то, все остальное довольно скверно. И как не пытаться это трактовать, вот, оно все равно скверно. Скверно, да. Сереж, ты как специалист по теханализу, выйдем мы из диапазона вот на этой волне продаж, как ты думаешь? Ну, на сегодняшнее, вот, положение дела на 6 часов 10 минут, на сегодня сказать это очень сложно, потому что мы видим первый день падения такого. Вот, падение очень сильно, 5%, все-таки, не каждый день, это вот, там, в 2008 году мы видели это достаточно часто, но в последнее время такого не наблюдалось. Вот, пока, я думаю, в настоящий момент эмоции преобладают и захлёстывают, уже здравый смысл где-то там остался в стороне, и народ просто льет там по любой. Я думаю, надо смотреть, что будет завтра-послезавтра, если продажи продолжатся, то весьма вероятно, что мы увидим какое-то развитие движения вниз, развитие тренда там. Большого-малого пока вопрос, но какого-то тренда вниз. Пока это только вот эмоциональная такая там, то ли фиксация прибыли, то ли просто народ старается избавиться от бумаг, от греха подальше. Ну, вот, разовые продажи такие. То есть, на любом внешнем фоне, тем более на негативном, да, в внешнем фоне сразу начинаются нервы, да, Леша, я так понимаю? Ну, конечно, собственно говоря, нервы уже год на рынке. Уже пора успокоиться. Мне понравилось, некоторое время назад фраза прозвучала, что сейчас растем мы даже не на оптимизме, а на отсутствии негатива, да, не на позитиве точнее, а на отсутствии нервы. Ну, да, да, отсутствие негативных новостей, это новость уже позитивная. Уже хорошо, да. В сегодняшних реальных, совершенно верно. То, что происходит сегодня, все-таки, да, подлило, подлило, что подлило? Ну, нельзя было так долго не замечать, в общем-то, тоже, понимаете, там отсутствие присутствия негатива, это все вещи, как правило, там с настроениями связаны, да, там чуть некий там оптимизм на рынке, да, там инвесторы не могут что-то там и проигнорировать, например. Когда, в общем-то, уже игнорировать нельзя, а вот опять начинается, то есть порой даже, да, там более, там, скажем, какая-то сильная глобальная пакостная новость, она там может не вызвать там такого сильного движения, вот, если там рынки на что-то надеются, типа Федрезервы и так далее, да. Да, вот другая ситуация, ну, говорю, то есть, вот тут, как бы, довольно неплохо рынок смотрелся в последнее время, собственно говоря, без объективных, ну, там, может, две-три недели, да, там, без объективных, скажем так, причин, вот. При этом, вот, мне интересен вопрос, он неплохо смотрелся, ну, в принципе, рынок в целом, да, и наш, может быть, в том числе, и нефть росла, на чем нефть росла? Нет, ну, нефть, в общем-то, последний всплеск, это, наверное, очередная, там, напряженность на Ближнем Востоке, там, Сирии и так далее, ну, вещи очень спекулятивные, да, то есть, если мы понимаем, что мировая глобальная экономика скатывается в рецессию, собственно говоря, вот, сокращение спроса потенциальное, там, да, оно может быть даже более сильным, чем там возможные плюсы, там, от той же самой потенциальной монетизации, которая там рано или поздно произойдет, то есть, в таких условиях, там, агрессивно ставится на нефть, ну, мне кажется, не очень разумно, да, то есть, может быть, там, разумно это ставится на драгметаллы, которые вот чисто должны будут эту инфляционную составляющую в себя абсорбировать, да, и подрасти с нефтью же и там, скажем, с другими промышленными товарами все несколько сложнее, ведь реальный спрос на это на сырье сокращается просто в силу того, что экономика везде, в общем-то, сокращается, ну, оставлено в Европе, да, и в США, собственно говоря, которые являются остальным потребителем. А что касается Китая, что касается Китая, он ведь тоже в какой-то степени, да? Ну, Китай пока растет, да, пока растет, конечно, по сравнению с теми темпами, которые Китай рос раньше, да, там, по-моему, за последние 30 лет в среднем на 10% в год рос, конечно, феноменальный показатель. Понятно, что сейчас там 7%, и это как бы для Китая плохо, хотя с точки зрения, там, с той же России, нам там таких темпах роста можно только мечтать, но, тем не менее, вопрос в том, что это все замедляется, и пока непонятно, где дно. — Непонятно, где дно? — Ну, я думаю, что оно уже близко, но, тем не менее, данные-то выходят все похуже и похуже. — Хочешь с ума что-нибудь анекдотов по поводу дна вспомнить, да? — Угадавшие, где дно, второй получает бесплатно. — Да-да-да, ну, и там, нащупали дно, а снизу постучали, или рынок нащупал дно, и начал агрессивно копать. То есть, конечно, поиски дна, они до чего хорошего никогда не доводят, вот. Ну, еще раз я хочу сосредоточиться на том, что, понятно, да, сегодня агрессивный слив такой, и все-таки хотелось бы понимать, что это не начало продолжения нисходящего движения, а, может быть, все-таки, очередное подтверждение нижней границы диапазона. Ну, собственно, об этом давайте более детально мы поговорим во второй части программы, продолжим ее через несколько минут. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитрий, и сегодня говорим об идеях. Об идеях. Идея. Кстати, тоже оликдот в тему, да, идея. Где я, идея нахожусь? Вот хотелось бы узнать, где находятся сейчас основные фондовые индексы. Об этом мы сегодня говорим с гостями, гостей в студии. Алексей Павлов, независимый эксперт. И Сергей Дорогавцев, руководитель отдела биржевого рынка, институтного холдинга «Финам». Еще раз добрый вечер, уважаемые коллеги. Слушателям я напомню, телефон в студию 6510-99,6, сайт финам.фм. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Собственно, на них мы сегодня дадим развернутые ответы. Ну, давайте начнем вот с ответа, пока еще не на прозвучавший, но, я так понимаю, всех волнующий вопрос. Какова же основная идея, которая главенствует сейчас? Ну, наверное, уже с точки зрения непосредственно торговых решений, Сереж. Глобальная идея. Ну, если мы посмотрим на то, что творится у нас на рынке с начала года, даже, наверное, два последних года, то, что можно увидеть, что на рынке фактически происходит такой боковик, направленный вниз. То есть, если мы возьмем изменения по индексам, там, по индексам МВБ-10, либо по РТСу с начала года, то это изменения, там, в районе нуля, вот, если мы возьмем за календарный год, вот, с июля по июль, то индекс РТС, там, потерял чуть ли не 30%, индекс МВБ-10, несколько поменьше, сейчас, секундочку, гляну свою распечатку, где-то порядка 18%. Вот, то есть, что мы наблюдаем, что на рынке отсутствуют свежие деньги, отсутствуют новые инвесторы, отсутствуют какие-то вразумительные инвестиционные идеи, вследствие чего рынок топчется на месте. То есть, какие-то попытки роста тут же заканчиваются распродажами, и цены возвращаются на те же уровни, на которые мы вернулись, откуда-то и начинали, собственно. Вот, как долго это будет продолжаться, ну, сказать сейчас, я думаю, что нереально никто не скажет. Вот, на самом деле, на рынке бывают разные ситуации, да, и движение возникает из ниоткуда, и по опыту скажу, что чем сильнее отчаяние участников, да, чем больше людей потеряет веру в то, что рано или поздно возникнет тренд, тем больше вероятность появления этого тренда. Что возникнет, да. Это известная фраза, да, если все смотрят в одну сторону, то жди движение в противоположное. Ну да, 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 то есть, большинство, оно ошибается и стоит, как правило, в другую сторону. Вот, то есть, я думаю так, что, ну, чем больше людей потеряет веру в российский рынок, тем быстрее мы увидим какое-то восходящее движение. Вот, пока еще, на мой взгляд, люди не отчаялись и продолжают попытки. То есть, пока мы тренда не увидим. Вот так вот скажем. У них еще остались деньги. Да. Ну, давай, ладно, деньги с деньгами. У них еще остались надежды. Надежды, да, да. Одними надеждами попытки тяжело повторять. Если я правильно понял тебя, то основная идея по фондовому рынку, это отсутствие таковое. Да. Ну, пока боковик. То есть, если говорим о МВБ-10, то сейчас вот он, скорее всего, придет куда-то на поддержку в районе 300, там, 3200 пунктов. Если РТС, ну, наверное, на предыдущий минимум, который был месяц назад, это там 1250 пунктов. Ну, это все-таки учитывая то, что там творится, то будет завтра. Ну, если опять будет минус 5, там, или минус 7. Сегодняшняя скорость помножить на время. Да, да, да. Ну, к концу недели можем уйти на короткое время. Хорошо. Если, собственно, нет возражений, давайте перейдем, может быть, к каким-то более детальным рекомендациям, да, и, так сказать, озвучим некие торговые решения, ну, по какого-то количества голубых фикшер. Или по индексу, по тому же самому, Сережа. По тому же индексу, да. По РТС, по МВБ. По корпоративному сектору, если есть такие мысли. Ну, вот, глядя на индекс РТС, да, я бы уже сказал, что уровень поддержки у нас 1250. Если он подойдет к этому уровню, да, то есть, там, полициируем на фьючер, допустим, я бы попытался там сыграть на отскок. То есть, если мы предположим, что этот уровень поддержки устоит, и рынок начнет разворачиваться, то где-то там на отметке, наверное, 1200-1250 можно аккуратно покупать. А со стопом, там, не знаю, 1150. Вот, ну, это такая краткосрочная, ну, как раз, там, на несколько дней, недель. Спекулятивная. Спекулятивная, да. Вот, ну, глобально пока не знаю. Мне кажется, лучше оставаться без позиций и ждать, чем все это закончится. А когда это закончится? Ну, либо держать что-то очень долгосрочно, там, и не заглядывать на котировки каждый день. Ну, да, ну, вот, кстати, если говорить о средней долгосроке, ну, нынешний уровень, они достойны для того, чтобы рассматривать их в качестве, Леш, в качестве цен для покупок? Наверное, достойны, но я уверен, что будет ниже. На самом деле, если посмотреть на индекс ММВБ-10, да, вот я картинку смотрю, мы сейчас, вот, последняя цена, там, где-то 3250, вот, это те же самые цены, которые мы видели в конце 2006-го, весь 2007-й год. Вот, то есть, фактически, мы топчемся на уровнях, там, не знаю, пятилетней давности. То есть, алина купал, вернулся, восстановился, поболтался, и вот мы опять стоим в этом диапазоне, то есть, КС те же там же. Прошло пять лет, а цены у нас остались те же. Наверное, с учетом инфляции, да, что акции должны стоить дороже, ну, наверное, уровни предпочтительные для покупки. Ну, их и есть. Да, но пока глобально, наверное, покупать все-таки рановато. Хорошо, а если говорить о неких секторах нашего отечественного рынка, что может сейчас быть наиболее предпочтительным? На ваш взгляд, Леша. Ну, смотрите, вот, мне кажется, довольно интересная идея, да, но, опять-таки, я не призываю там незамедлительной реализации. Не, мы к чему не призываем, мы просто делимся мнением. Да, собственно говоря, то, что происходит сейчас на рынке зерновом, да, в общем-то, засуха в США, засуха в Черноморском регионе, цены на пшеницу идут наверх, хотя, в общем-то, нетипично абсолютно для нынешнего времени, да, когда сейчас уже на подходе там много урожай, вообще обычно в это время там цены снижаются. То есть, собственно говоря, понятно, что если посмотреть там, да, скажем, котировки удобрений и наложить их на котировки там цен на зерно, да, то они, в общем-то, идут, как правило, следом с некоторым лагом там несколько месяцев. То есть, вот поэтому, ну, например, как такая вот там среднесрочная-долгосрочная-то там идея, вот покупка наших там производителей удобрений, поскольку у нас, ну, в сельхозсекторе тоже есть бумаги там, а-ля разгуляй, но, собственно говоря, там и ликвидность, и, в общем, некоторые другие факторы, они, мне кажется, в общем-то, делают идею покупку их именно под эту идею, да, не очень адекватной. Вот, скорее вот компании, производящие удобрения, у нас там есть три неблагих компаний, Фосагра, Акрон и Уралкалия, все, которые торгуются, вот, собственно говоря. Ну, опять-таки, да, там, Фосог, Акрон уже сильно подорожал, в общем-то, Фосагра, наверное, тоже, но это менее ликвидная бумага, она там менее расторгованная, вот. Уралкалия вообще стоит, на мой взгляд, сейчас довольно дорого, да, то есть, поэтому, вот, если там будет какая-нибудь коррекция, скажем, потому что Уралкалия какой-нибудь в район 230-220, ну, хотя бы вот от этих уровней, плюс компания там еще и байбэк проводит тоже где-то в том диапазоне, вот это может быть интересно, да, ну, опять-таки, вот, один из вариантов, да. Ну, еще, вот, тоже такая мысль, там, скажем, более долгосрочная, вот, ну, ее можно тоже в акции, там, транспланировать, можно там чисто отыграть, вот, через фьючерсы, ну, о чем мы уже говорили, упоминали, драгоценные металлы, ну, может быть, золото, я думаю, что, в общем-то, в счет того, как складывается ситуация в глобальной экономике, какие есть вообще отсюда выходы, а выход только один, печатный денег, да, ну, либо полный, там, всеобщий коллапс, в общем-то. Это не выход, Леша. Ну, понятно, что не выход. Коллапс, это не, давай лучше деньги печатать. Хорошо, я за, я готов. Вот, ну, вот, печатного станка, к сожалению, нет, вот, а те господа, у которых он есть, пока не решаются нажать на кнопку, ну, рано или поздно, я думаю, это произойдет. Я прошу прощения, а как ты думаешь, вот, на ближайшем заседании Федрезерва решатся они? Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что они даже не намекнут. Скорее, вот, можно... Потому что на прошлой неделе господин Бернанке, он как-то проигнорировал. Ну, все то же самое, все то же самое. Мы от Бернанке, вот, то, что он говорил на прошлой неделе, мы тоже, там, примерно в такой же форме слышим полгода. Вот. Вот, Федрезерв держит руку на пульсе, он готов. Ну, единственное, что там вот за полгода данные экономически изменились. Раньше он говорил, что все вроде бы нормально. Экономика восстанавливается, там, безработица сокращается. А сейчас экономика слабеет, безработица восстанавливается с темпами недостаточными. Но Федрезерв продолжает держать руку на пульсе, и, в общем-то, если что... Ну, вот, не знаю, мне лично нравится теория. В пятницу, кстати, предварительный за второй квартал ВВП будет публиковаться. И ожидание там еще хуже, чем ВВП за первый. Может, это подстегнет? Ну, все-таки ВВП, он такой очень агрегированный топкатель. Он, как правило, скажем так, уже несколько запоздал и выходит. Поэтому понятно, что вот, скорее, в следующей неделе очередные, там, данные по Pairos, вот, я бы туда смотрел. Потому что это более, там, хорошие, мне кажется, прогнозные силы имеют данные показатели. Да нет, ну, в общем-то, там, понятно, экономика, вещь, очень инертная. Если она стала замедляться, в общем-то, она там мгновенно не дернется ни в ту другую сторону. И будет, наверное, продолжать там снижаться. Пока еще темпы роста будут положительные, но не исключено, что уже, там, скажем, в четвертом квартале Америка может получить отрицательный темпы роста. Ну, вот эта инерция ее, да, о которой ты говоришь, она может до конца года как раз, да, продлиться? Ну, к концу года уже американская экономика как раз, в общем-то, может оказаться в рецессии, ну, скажем, сокращаться. Да, там, рецессия у них два квартала считается, чтобы быть, там, до конца корректным, собственно говоря. Ну, вот, что касается Федрезерва, он как раз, там, предвосхищает эту ситуацию. Плюс, в общем-то, выборы, в общем-то, осенью, да, там, президентские. То есть серьезный момент. Ну, собственно, да, там, как раз... Понадобятся деньги, кстати. Да, 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 есть, как бы, такая теория, ну, такой взгляд, скажем, который я разделяю, как раз, в том, что вот к выборам будет, в том числе, приурочена эта самая программа, там, КУИ-3 от Федрезерва. Выборные ралли тоже, наверное. Ну, все, все сходится, видите, как раз экономическая ситуация там уже будет совсем печальной. И, как бы, к выборам, в общем-то, помочь господину Обаме, так сказать, приободрить избирателей и так далее. То есть, вот где-то там, ну, собственно говоря, да. И вот все равно рональд полный состоится, поэтому драгметалл, ну, золото, наверное, там, в первую очередь, платина, пожалуйста, кому что нравится. Я думаю, что долгосрочный тот растущий тренд, который мы там видели по этим металлам, да, он там, ну, по золоту, в частности, любит рисовать, там, десятилетний, да, он еще не закончился. Ну, видимо, видимо, далеко не закончился. Если смотреть долгосрочно, да, там даже. Поэтому вот, да, там, и сейчас, в принципе, да, там, смотреть, мне кажется, золото в красных тех уровнях, которые вот действительно можно покупать. Ну, да, там, может, надо там еще просять долларов на 20, но мне бы что-то не кажется, что сильнее. Ну, это не принципиально. Сереж, согласен, вот золото, и что касается сектора как раз, вот. Хотел добавить, но, наверное, время не успею. Ничего, мы продолжим в следующем. Значит, смотрите, у нас в арсенале несколько стратегий, которые мы используем в рамках доверительного управления, на акциях, там, первый шло, второй, и так далее. Вот, если посмотреть по результатам с начала года, естественно, так как российский рынок не растет, то результаты достаточно скромные. Есть, конечно, стратегии, которые мы показали, плюс 10%, но так это... Как можно, рынок не растет, а стратегии 10%. Ну, есть там. Стратегии растут. Да, да, да. Ну, за счет стопов, за счет управления рисками. Это суперстратегии, я считаю. Я неправильно хотел рассказать. Хорошо, извините. Есть у нас стратегия, можно сказать, уникальная, да, она работает на фьючерсных контрактах, которые торгуются на фарсе, нефть, золото, валюта, акции. То есть, там фьючерс на нефть, на золото, на доллар США и на индекс РТС. То есть, вот, четыре инструмента. С начала года у нее доходность 30%. Да ты что. Вот, и сейчас мы как раз держим в моменте золото и сейчас вот доллар. Ничего себе. То есть, вот эта вот идея с золотом, она, ну, как с точки зрения техники, она подтверждается. То есть, есть вероятность развития продолжения, вернее, не развития продолжения восходящего тренда. Слушай, ну это запредельный результат, я хотел бы, чтобы ты об этом очень подробно рассказал, но, видимо, уже чуть позже, да, через несколько минут продолжим. Да, уважаемые слушатели, общайтесь с нами, общайтесь с нами через интернет, звоните по телефону 6510-99-6, задавайте свои вопросы, тем более, что мы проанонсировали буквально через несколько минут. Сергей Дорогавца предложит вам суперстратегию, на мой взгляд, которую на боковом рынке показал 30% с начала года. Боже, у меня самого слюня потекла уже. Я напомню в гостях, Алексей Павловс, независимый эксперт, Сергей Дорогавцев, руководитель отдела биржевого рынка, институтный холдинг Финам, обсуждаем ситуацию на финансовых площадках. Ну, Сереж, тебе слово. Ну, продолжу тогда, значит. Ну, я уже сказал, что у нас в арсенале несколько стратегий, там, больше десяти. Вот, главным образом все они работают с акциями, но так как российский фондовый рынок, как мы сказали, он уже не растет несколько лет. Скушен, он скушен. Он скушен, да, неинтересен, нет динамических хороших движений, шортить мы не можем, потому что это доверительное управление. Вот, поэтому среди стратегий, которые мы предлагаем нашим клиентам, которые используем, выделяется одна тем, что мы используем в рамках этой стратегии фьючерсные контракты. Вот, то есть мы одновременно участвуем как бы в движениях нескольких рынок. Это рынок товарный, фьючерс на нефть и на золото, рынок валюты, это индекс доллар США, и рынок фондовый, это индекс РТС. Вот, мы специально отобрали эти четыре контракта с низкой корреляцией, они двигаются друг против друга. А валюты евро-доллар или что, доллар-рубль? Доллар-рубль. Доллар-рубль, да. Ну, то, что на форте у нас торгуется. Вот, и вот несколько лет последних мы успешно торгуем эту стратегию. С начала года результат, как я сказал, там в районе 28%, ну, 30-28%. Стратегия просто выбирает, что в данный момент хочет расти, да, развивается. Сама выбирает? Ну, с помощью заложного алгоритма. Вот, если говорить про этот год, то в начале года она заработала на золоте, на индексе РТС. Мы помним, в начале года рынок рос. Вот, потом мы из всего вышли, потом в марте месяце купили доллар. То есть, все помнят, как доллар резко-резко начал расти, там, с 28, там, да, с 30 с копейками. Вот, и буквально вот три или четыре дня назад доллар был успешно продан. Вот, сделка принесла там порядка 14% дохода на вот, на капитал. Вот, ну, и, соответственно, доходность составила вот в районе 28%. Ну, доллар был успешно продан, то есть, вы зафиксировали? Да, мы зафиксировали прибыль, то есть, состояли три с половиной месяца. Не переворачивались? Мне просто интересно, что стратегия подсказывает. Доллар будет падать? Нет, 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 нет. Просто закрыли его? Да, да. Так, что касается золотого контракта, вы сейчас в позиции? Вот, да, сейчас позиция по золоту, и сейчас, возможно, будет покупка снова по доллару. А, то есть, продолжение, да? Да, начиная там, вот сегодня он там растет, то есть, если пойдет дело такими темпами, то в ближайшие там дни, день, два, три, может быть, будет повторный вход в доллар. Ну, что, здорово? Не, ну, вообще 30%, да, Леша, это здорово. Ну, это возможно в нашей суровой действительности только на фьючерсном рынке, потому что там хоть остались какие-то направленные движения. Нет, ну, это нормально. В этом случае всегда же, да, ищешь, где же можно заработать, в конце концов, если здесь нет. Отлично. Еще поделись какой-нибудь стратегией, ну, может быть, не столь доходной, но, по крайней мере, рабочей. Рабочей, ну, еще что могу сказать, мы предлагаем, допустим, структурные продукты. Был достаточно успешный структурный продукт на рост Сбербанка, он в первую, в начале года сработал, там, где-то процентов 12 принес своим клиентам. Вот, и динамический структурный продукт на рост, а потом на падение индекса РТС. То же самое, это в районе 15% доходность. А как на падение? Ты же говорил, что невозможно шортить. Мы можем покупать путы. А, понятно. То есть, это уже сложные опционы. Это опционы, да, это пошли уже в опционы, это несколько. Красота. Есть вопрос, я вам хочу сказать, у нас есть вопрос. Это наш постоянный слушатель, Денис из Москвы. Добрый вечер, говорит он, недавно ЦБ заявил о дефиците ликвидности в России. Насколько это плохо для экономики страны? Спасибо. Ну, во-первых, Леша, ты, наверное, в материале заявлял ЦБ о дефиците ликвидности. Ну, я что-то прямо такого заявления не слышал. Вот мне тоже, как ты скажешь. Наоборот, в последнее время, в преддверии второй волны кризиса, или там, какой уже, пятой волны, третьей подволны, мне сразу сегодня анекдот, кстати, старый анекдот, какой-то я вычитал, про волны Иллиота. Значит, звучит он так. Сидят два трейдера, один читает книжку, второй его спрашивает, ты что читаешь, он, вот, теорию Иллиота, теорию волны Иллиота. А как же ты считаешь, ты к их ногам ее держишь? А какая разница, это же волны Иллиота, какая разница? Вот примерно так, да. Мне казалось, что наоборот, ЦБ очень долго и убедительно, ну, старался, по крайней мере, да, заявлял о том, что ситуация с восьмым годом у нас как раз выигрышная, нет такого дефицита ликвидности. Нет, ЦБ, в общем-то, плотно держит руку на пульсе, в общем-то, к тому же, насколько я понимаю, где-то за год, в общем, ситуация изменилась таким образом, что сейчас фактически, да, ЦБ изменил ситуацию таким образом, что он фактически является там очень четкой, скажем так, контролирующей инстанцией, да, то есть, как это, последний кредитор, вот, собственно говоря, нашего банковского сектора, вот, он очень четко следит за ситуацией, в общем-то, в нужный момент он там может свои там аукционы увеличить, объемы там уменьшить, то есть, все, да, в общем-то, все завязано на ЦБ, ЦБ ситуация следит, он не дает слишком большой ликвидности, в общем-то, еще в конце прошлого года было видно, что, в общем-то, он ликвидность дает, но не чрезмерную, соответственно. Контролирует пока. Контролирует, да, но в том числе это связано и с инфляционным таргетированием, к которому, в общем-то, постепенно наш банк переходит, да, дабы там избежать избыточного роста денежной массы, то есть, ликвидности, в принципе, хватает, ее там не так много, это не то, что было у нас до кризиса, да, когда там, в общем-то, было море денег, в общем-то, двузначная инфляция и так далее, ЦБ, в общем-то, более плотно здесь следит за ситуацией, но у него, в общем-то, остается довольно широкий инструментарий, к которому он еще не прибегал, да, если в случае там каких-либо ухудшений там с ликвидностью в Европе, я думаю, что здесь проблем не будет, если, в общем-то, на мой взгляд, там в восьмом-девятом году Центробанк, в общем-то, сработал там, скажем, на пятерку, да, хотя это был первый, наверное, опыт, то сейчас, в общем-то, он уже подходит во всеоружии к тому, что может произойти, поэтому не думаю, что здесь будут какие-то проблемы. Ну, то есть, другими словами, очевидно, да, ни о каком дефиците ликвидности сейчас речи. Нет, у ЦБ все под контролем, да, более того, тут недавно были опять разговоры, там, по-моему, Игнатьев отвечал на очередной вопрос, его спрашивали о том, что, вот, там, скажем, ЕЦБ, там, трехлетние кредиты банкам дал в неограниченном количестве, а что там ЦБРФ-то так не делает. Ну, вот, на что ответ был примерно следующий, что, да, посмотрите, что происходит там, а что у нас, у нас-то все замечательно, и, как бы, до таких мер пока, в общем-то, нет необходимости для таких, там, масштабных мер, все у нас нормально. То есть, господин Игнатьев так намекнул, что, да, у руля в Европейском Центральном Банке и у руля в Банке России разные люди, разные профессиональные точки зрения. Да, и ситуации разные, там и здесь. Я понял. Так, и, собственно, второй, вторая часть вопроса Дениса, ну, а если бы дефицит ликвидности наблюдался, насколько это плохо для экономики? Ну, в общем-то, опять-таки, да, то есть, что такое дефицит ликвидности? Это фактически рост стоимости пассивов, да, рост стоимости денег, значит, это, там, и в конечном итоге рост стоимости кредитов. То есть, наверное, да, там, в долгосрочном плане для экономики это скверно. Поскольку и так, в общем-то, экономика у нас не то, чтобы очень быстро растет, да, плюс угрожание стоимости заимствований. Но, опять-таки, да, то есть, это не то, что вот сегодня, там, дефицит, там, и завтра экономика встала. Да, да, да. Это процесс будет довольно растянутого времени. Завтра в пищу и в магазин, а там ничего. Да, к тому же я повторю, что, в общем-то, ЦБ, он держит руку на пульсе, и я думаю, что там дефицит ликвидности, там, в какой-то длительный промежуток времени он просто не допустит. Хорошо, спасибо, ответили на вопрос Дениса. Звонок есть в студию, давайте послушаем его. Михаил, добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, да, меня зовут Михаил, я, собственно, трейдер. Вот у меня вопрос к Алексею Павлову. Я давно слежу за его, скажем. За его деятельностью. Деятельностью, да, во многом она похожа на мои взгляды. Значит, у меня вопрос глобально по еврозоне, да, и как это скажется на будущем, в общем-то, финансовых рынков, понятно, что ситуация патовая, да, эти инъекции, допустим, в виде выкупа облигаций, в виде перетягивания одеяла Меркеля и так далее, да, это понятно, что плюс-минус 5 процентов это не играет, не делает погодой. Ну, в целом, в целом, да, понятно, что ситуация, она уже пройдена, наверное, пик пройден, наверное, да, и неизбежно какой-то катаклизм в виде распада, в виде глобального обесценения валюты, да, еврозоны. Вот мне бы хотелось понять, какой Алексей видит именно вот этот конец, конец, да, вот этого такого. Или его конца не будет, или оно будет... Как выглядит катаклизм, чтобы он нарисовал вам сейчас. Да, не то, что катаклизм, знаете, вот хотелось бы все-таки сделать какой-то вывод для себя, и сделать правильно, выбрать инструмент, инструмент выбрать правильный. Михаил, какой инструмент, если будет катаклизм? Какой инструмент может быть? Ну, вы знаете, инструмент может быть разный. Лопата, вы имеете в виду? Гречка патрона там, опять, вот это вот начиналось. Патронная шестонка, понятно, да, это одно. То есть, ну, продовольствие и так далее. То, что без чего человек не проживет. Соль, мыло, спички. Помните, тоже в восьмом году был анекдот такой, да? Индекс С, соль, мыло, СНП. Индекс СНП упал. Что за это? Соль, мыло, спички. Спасибо, Михаил, мы поняли ваш вопрос. Леш, ну вот ты... Мне сначала показалось странно, смотрите. Звонит Михаил, говорит, я трейдер. Я говорю, ну, сейчас Сережа, он заинтересовался, наверное, доходностью. Он говорит, нарисуйте мне, как выглядит катаклизм. Странный вопрос от трейдера, Михаил. Как выглядит конец света. Да, да, да. Конец еврозоны. Рисуй, ладно, рисуй. Конец еврозоны выглядит очень печально, мне кажется. Я, честно говоря, даже детально не очень представляю, как вот это, если не дай бог, да, то есть этот процесс пойдет неконтролируемо, вот, что-то будет происходить, но единственное, в моем понимании, то, что Лемон Бразер будет цветочками. Если не дай бог, в общем-то, начнется какой-то... Я сегодня вычитал, что немцы уже всерьез обсуждают, чтобы, значит, в сентябре, да, Грецию уже за дверь, все, на Драхму посадить и до свидоса. Понимаете, обсуждать можно, а как это сделать технически, вопрос очень сложный. Все-таки у греков там, если все поковыряться, там, вместе там с частным долгом и так далее, да, там, несколько сотен миллиардов долларов, вот, собственно говоря, кто будет эти обязательства гарантировать. То есть если Грецию просто так выкинуть, соответственно, то это фактически означает дефолт по всему греческому госдолгу, ну, и, наверное, по большей части частного долга, там, греческих корпораций, частных инвесторов, там, и так далее, да, собственно говоря. Как только это происходит, народ начинает в панике раздавать все долги, там, Италии, Испании, и, там, может быть, и до Франции, даже Германии, наверное, нет, собственно говоря. То есть до чего там все это может докатиться? Ну, потому что, вот, если Греция обанкротилась, то почему завтра не обанкротится Испания? Ситуация там, в общем-то, не намного лучше. Тем более, да, да. Если вообще лучше. То есть этот сценарий, соответственно, значит, в текущих ситуациях, наверное, неприемлем для руководителей Евразума, они это прекрасно понимают. То есть это, ну, соответственно, Испания, Италия, тотальная распродажа на рынке долгов, ну, не знаю, сможет ли даже если выйдет ЕЦБ со своими, там, бедами, исправить такую ситуацию. То есть это вот может быть начало, там, глобального масштаба. Поэтому, значит, чтобы Грецию брать, кто-то этот греческий долг должен себя взять или, по крайней мере, там, прогарантировать, да, или, по крайней мере, обещать, что Греция там будет расплачиваться своими новыми драхмами, а, допустим, ЕЦБ эту драхму там будет какому-то там адекватному курсу конвертировать. Потому что, понятно, какой бы курс вначале драхмы не установили, после того, как произойдет переход на драхму, он, опять-таки, обвалится. То есть вот этот, мне кажется, очень технически сложно. То есть говорить здесь можно, а вот как это реализовать технически? Если бы это было просто, давно бы уже греков выгнали. Вот. А поскольку как раз вот такой вот а-ля контролируемый выход Греции может просто стать началом конца всей еврозоны, просто то, что начнется паника на рынках, и здесь уже регуляторы даже ничего не смогут сделать. Вот это самая большая проблема. Иначе греков давно здесь не было, повторюсь, собственно говоря. Вот. И поэтому я, в общем-то, обращаясь к Михаилу, да, я тяжело сейчас, вообще тяжело делать прогнозы более чем на год, да, а уж в текущих условиях-то, в общем-то, вдвойне, наверное, если не десятикратно. Я, в общем-то, думаю, что в этом году еврозона не развалится. Я думаю, что у монетарных властей есть возможность, по крайней мере, так скажем, отсрочить конец еврозоны, вот за счет как раз просто печатных денег. Печатать, а дальше смотреть, что и как будет происходить. Вот. Через инфляцию, через что-то еще теоретически возможно все-таки этот долг как-то обесценить. Ну, это, конечно, будет связано там не с одним, даже не с двумя годами, а может быть с десятилетиями там тяжелой экономической ситуации. Я прошу прощения, Леша, давай продолжим об этом через несколько минут. Ну что ж, друзья мои, это Финам.фм, программа «Сухой остаток», меня зовут Олег Дмитриев, мы продолжаем разговор о том, что же творится на финансовых площадках, на отечественном фондовом рынке. Страшную историю рисует сегодня Алексей Павлов, независимый эксперт. Но, как мы поговорили вне эфира, все будет хорошо. Да, Леша, ты обещаешь? Мы на это надеемся, я на это надеюсь тоже. Уважаемые слушатели, вы можете позвонить, задать вопросы моим гостям 6510-99,6 финам.фм, это адрес сайта. В гостях у меня, еще раз напомню, Алексей Павлов, независимый эксперт и Сергей Дорогавцев, руководитель отдела биржевого рынка инвестиционного холдинга Финам. Ну что ж, тебе карты в руки, Леша. Да, я быстренько, да. Ну, я, в общем, подытожу тогда все, о чем я говорил, да, собственно говоря. То есть... Главное, инструмент Михаилу надо посоветовать. Какой инструмент? И про инструмент мы тоже скажем, я уже про него говорил, я, наверное, ничего нового тут не успел придумать за эти две минуты, да. Ну, собственно говоря, то есть я не думаю, что в ближайшее время, там, скажем, до конца года будет развал еврозоны, пока все усилия, в общем-то, европейские правители не направлены на то, чтобы все это сохранить. Простого механизма исключения Греции, как какой-либо другой страны, даже, в общем-то, в случае ее там полнейшего желания это сделать, в общем-то, сейчас нет, поскольку это, в общем-то, волна, резонанс на финансовых рынках может быть очень серьезным, и регуляторы могут не удержать рынки, скажем так, под контролем, поэтому сейчас есть одна возможность, как бы, так сказать, продлить, ну, агонию, не агонию, да, еврозона, да, это, в общем-то, запустить печатный станок. Параллельно, в общем-то, вот, наверное, то, о чем говорили на последнем саммите, да, то есть, все-таки попытка выпустить какие-то общих облигаций, создать там единого банковского регулятора, ну, если они успеют, конечно, это сделать. Это, в общем-то, быть может, действительно, там, верные шаги, но путь этот долг и тернист. Есть, наверное, там и более короткий способ, как, в общем-то, решить многие проблемы. Это, собственно говоря, там, одной рукой списать максимальное число долгов, там, ну, другой рукой накачать банки ликвидности, да, чтобы у них там все было нормально. Но, в общем-то, помню эпопею, как 100 миллиардов Греции списывали полгода. Понятно, что это, в общем-то, нереально. К чему это привело? И ни к чему это не привело. Ну, нет, списали там, в общем, что-то в итоге, но долгом учительный, как бы, как этот, скажем так, механизм распространить на всю еврозону, ну, то есть, как бы, там, ситуация, да, там, отличная была, помните, Женера Моторс, там, в девятом году, там, обанкротили, там, по хитрому правилу, все добро, значит, нехорошее оставили старым акционерам, сделали новую чистую компанию без долгов, там, замечательный IPO провели. Живи и радуйся. Ну, вот что-то такое, да, вот, вопрос в том, что, понятно, что никто не хочет убытки на себя брать, вот, а без этого, как бы, вот такая вот огонь и плавная перестройка, да, то есть, действительно, какое-то там общее регулирование, должны быть некие там общие банды, потому что понятно, что сейчас есть большая разница между долгами Испании и Германии, например, да, а в таком случае, в общем-то, преимущество от нахождения в едином, там, европейском монетарном союзе, оно для Испании, там, начинает улетучиваться очень быстро, вот, собственно говоря. Так что, я думаю, что политики еще поборются за еврозону, да, вот, я подытожу еще раз, да, мы распада не увидим, мы увидим монетарное стимулирование, ну, я думаю, что еще раз ЭЦБ снизит ставку, там, если не в августе, чуть попозже, есть куда еще там ее снижать, вот, до нуля еще немножко осталось, ну, осталось, вот. Три шага. Три шага, да, ну, смотря какие шаги, можно одним. Вот, соответственно. Ну, и в таких условиях, я повторюсь, что вот, если говорить о каких-то там защитных, ну, да, инструмент какой, Михаилович. Не о патронах гречки, мыли там и так далее, да, то вот, наверное, все-таки драгметаллы, вот, вот эта вот денежная эмиссия бесконечная, она все равно, как бы, она возможна в любой валюте, но невозможна там в золоте или в платине, в той же самой, поэтому, в конечном счете, эти металлы не будут бенефицировать. То есть они конечные в этом смысле, да? Ну, их конечные, да, их ограниченные предложения на рынке в целом, да и земной коре, в общем-то, насколько я понимаю, извлекаемых запасов, по, во всяком случае, платиноидов, как бы, там, в последнее время сокращается. Поэтому вот ставка на эти вещи, там, скажем, с горизонтом, там, хотя бы год, там, а то и больше, ну, я думаю, что это привлекательно. — Михаил, вот это ответ Леши, да, Алексея Павлова на ваш вопрос, собственно, что в качестве инструмента в это непростое время выбирать, вот, смотрите на рынок золота, ну и причем в каком техническом варианте, да, это тоже уж, наверное, поскольку Михаил Трейдер, он знает, как золото покупать. — Ну, по технике, я думаю, там, точку входа найдет в общем. — Да-да-да, не, я имею в виду техническую, или механику как, это, наверное, не золото. — Нет, ну, есть у нас фьючерс на РТС, единственное, потому что там надо будет делать ролловер каждые три месяца, потому что дальний контракт, по-моему, не шибко ликвидный, но в целом, если там будет растущий тренд, там потери будут совсем значительные. — Ну, нормально, сделает, сделает, никуда не. Сереж, присоединяйся. — Ну, присоединяюсь, что я думаю, ну, я послушал Алексея, действительно, если все это реализуется, это достойно какого-то голливудского фильма, на конец света. — Ты сценарий не пишешь, что ли, Леша? — Нет, а фильм катастрою. — Пора. — Звучит все очень так, ну, как, драматически. — Драматически. — Вот, я скажу, что я на рынке очень давно, я видел кризис 98-го года, видел кризис 2008-го года, такие глобальные, да, не считая там еще каких-то локальных движений. Там в 98-м году, допустим, акции РАОЕС упали на 98%, в 2008-м весь рынок упал на 73%. Что хочу сказать, что кто-то... — Причем, я прошу прощения, Сережа, заметьте, уважаемые слушатели, я сейчас на Сергея смотрю, он прекрасно выглядит при этом, при всем. Он прошел три войны, если так, да, на лиге. Он даже не посидел, я смотрю. — Я, что к чему это? — Это достойно. — Что, да, рынки растут, рынки падают, это нормально в природе рынка. — Философски надо к этому относиться. — Вот, к тому, что, наоборот, это дает дополнительные возможности к заработку. То есть не надо драматизировать, охотаться за голову, а конец света. Наоборот, ищите возможности, ищите какие-то стратегии, там... — Ура, ура, конец света! — Наконец-то! — Смех смехом, но действительно, трейдеры должны зарабатывать на движениях. То есть рынок падает, можно заработать на том же конце света локальном, потом развернуться, сыграть вверх. Вот, если взять, я не знаю, тот же Dow Jones за последние сто лет, там, можно сколько угодно найти, ну, большое количество найти и падений, и ростов, там, и великую депрессию, когда оказалось, что все, уже конец света, ничего больше не будет. Тем не менее, индекс восстанавливается, движение продолжается. Ну да, сейчас вот такая вот передряга, там, неприятная, невнятная ситуация, куда пойдет, что пойдет. Ну, на рынке никогда определенности не бывает. То есть надо просто и за рисками, там, ставить стоп-лосы, четко им следовать, если рынок вышибает, просто выходить, и все, и тогда ваши деньги будут в сохранности. Вот, но опять повторю, что там по индексу МФБ 10, уровень там, 3000, который является поддержкой, еще и не пробит, то есть пока все, что выше, можно говорить, что можно играть от покупки, а если пробьет, тогда смотрим, что будет дальше, пойдет ли рынок вниз. Ну, а вот на вопрос Михаила, какой-то ты ему инструмент? Инструмент? Ну, опять же, нет, не по совету. Почему? Потому что, возвращаясь к событиям 2008 года, когда начался кризис, да, вот этот глобальный, и золото, и все валюты, и драгметаллы, все падало опережающими темпами. Да, потом золото начало восстанавливаться быстрее всего, но в критической ситуации, как показывает практика, золото выступает таким же биржевым активом. И когда на рынке паника, народ пытается слить все. Вот, поэтому тут надо просто следить за ситуацией, и когда, допустим, если вот все это понеслось вниз, не надо пытаться угадать дно, покупать там, вот, пока оно дешевле, потому что завтра оно может быть в три раза дешевле. А вот когда рынок упал, отстоялся, и начинают демонстрировать какие-то попытки развернуться, и начинаются поползновения наверх, вот тогда, возможно, золото будет одним из таких защитных инструментов, который может начать восстанавливаться быстрее других, ну, как это было, в общем-то, в 2008 году. Вот, то есть, если, еще раз повторю, если повторения у нас с 2008 года все начинает падать вниз, не надо пытаться купить дешево, не надо пытаться угадать дно. все рынку не угадайте надо дождаться когда рынок падающий кинжал да 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 как лари вильямс писал свои книги да не надо пытаться кинжал ловить пока он упал и трепыхается то есть остановился до спокойно возьмете иначе вы порежетесь вот не пытаемся поймать но надо дождаться остановки вот сейчас мы лишь чтобы слушали феерическое выступление ты мне сказал что появилось желание создать россию который который будет зарабатывать на затем после таких слов естественно видится какой-то коллапс что у нас фондовый рынке там на ближайшие 10 лет в даун тренде естественно захотелось что-нибудь такое за шортить глобальный надолго а вот в этом случае если вспомнить тот же самый кризис 8 года и запрет коротких продаж сейчас вот я буквально в начале программы вам процитировал новость которые примерно то же самое означает что в испании уже на мой взгляд это сильный негативный сигнал если действительно парк да если вот это введено значит действительно там что-то может серьезно появится ну а чтобы зарабатывать надо шарты фьючерс но а у нас это не может ну если запретят шарты можно на фьючерсе а то есть на фьючерсе такого запрета не придумал если на фьючерсе запретят можно в лобно пойти а в лобно не что нет нынешне в такой ситуации главное чтобы устояли биржи чтобы устояла банковская система все деньги ходили все работало биржи работают чтобы хорошо хорошо и в этом случае еще один меня вопрос по поводу индикатора ну основного пусть будет индикатора валютного рынка что будет с евро долларом лёша ближайшее время хотя я понимаю конечно я даже предугадываю твой ответ что евро исчезнет с лица земли нет нет ну подождите вы что-то очень пассимистично мои слова сприняли хорошо извините 10 лет рецессии возможно но просто мы никогда не сладко из такой ситуации когда в общем то если европа действительно 10 лет рецессии будут пытаться спасти то рано или по 10 лет они будут периодически ецбетом или кто-то еще делать денежные инъекции в таких условиях то общем то рынок с девяносто восьмого года и даже раньше ну я не помню да то что чтобы так активно в общем то регуляторы вмешивались фактически финансирование глобальной финансовой темы такого нерва никогда не было поэтому то есть даже там 10-летний рецессии в европе научит может не означать наверное конечно бурного роста на рынка не будет ну какой-нибудь там довольно волатильный там боковик да там из кем там среднесрочными трендами вполне может он нарисоваться вот поэтому с точки зрения рынка здесь может быть даже будет все не так плохо соответственно поэтому евро евро выживет вот возможно евро выживет да но поскольку общем то мне кажется текущей ситуации ну исходя из той логики что ецб смягчать придется гораздо сильнее чем америки вот то там скажем паритет я не исключаю не завтра конечно допустим через годик вполне может быть я вот думаю что немножко не про валюты просто не пришла мысль на кажется в нынешней ситуации если действительно вот там это если в европе все плохо спасением может быть товарный рынок рынок товарных фьючерсов то чтобы бумаги не растут акции не растут там валюты непонятно куда а кушать то хочется всегда сейчас вот допустим последнее время там засухи в сша сильно выросли сельскохозяйственные продукты да это пшеница там сахар так далее вот то есть я думаю что может быть имеет смысл свои взоры так направить именно на товарные фьючерсы может быть скорее всего там будут движения которые так нужно для того чтобы зарабатывать заработать а у нас кстати на на фарте есть там фьючерсы на товары есть но они не особо очень неликвидные золото не в да там по-моему пшеница и сахар но что-то не так проще в магазине покупать на американском рынке можно нет это нормально да в магазине купил фьючерс да вот на растительное масло хорошо спасибо огромное значит я напомню в гостях сегодня в программе сухой остаток алексей павлов независимый эксперт сергей дорогавцев руководитель отдела биржевого рынка институционного холдинга финам основная идея в программе которая была посвящена идеям да по фондовому рынку отсутствие этой идеи не всегда обозначает невозможность зарабатывать такая возможность всегда есть я надеюсь мои гости ответили на эти вопросы уважаемые слушатели спасибо за внимание всего хорошего успехов на рынке спасибо